Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Друзья, сегодня у нас знаменательная дата, 20 января 2020 года. Ролик выходит в 20.00 по московскому времени, и знаете ли, хочется это всё как-то ознаменовать, но я даже не знаю как, наверное, это просто будет таким, знаете ли, обычным рядовым роликом, коих на моём канале большое количество, и просто я тут скажу ту информацию, которая будет нужна, ну, скорее всего, многим из вас. Не могу сказать, что прям вот всем нужна будет вот эта вот моя информация, то, что я предлагаю, но, тем не менее, было бы неплохо, как лично мне кажется. Но перед всем этим, что я вам хочу сказать. Arizona, роли Плей Феникс IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить себе на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов, всё это находится в описании под данным видеороликом. Вы можете туда зайти и ознакомиться со всей этой информацией более детально, и вот более как-то всё это изучить. Однако, ладно, мы сегодня говорим не совсем про это. Сегодня у нас такая, знаете ли, достаточно интересная новость. Ну, не новость, а просто вот, давайте, ну, ладно, давайте без всего вот этого говна, просто вот насколько получится данный видеоролик, настолько и получится. В общем-то, я открываю свой фонд приёма обращений, ну, или фонд просто какой-либо поддержки, фонд какой-либо помощи и всего-всего прочего. И далее давайте я вам объясню то, для чего всё это нужно. Многие привыкли видеть во мне и считать меня каким-то таким, знаете, токсичным, маленьким мальчиком, который просто как-то токсичит постоянно на вот всех вот этих вот GTA-самп-ютуберов, не производя ничего полезного, забывая о том, что я помогал большому количеству людей на протяжении всей своей карьеры. Я постоянно освещал темы того, как людей кидают на верты, когда они пытаются там что-то купить. Я постоянно освещал темы того, как просто проекты какие-либо не выплачивают деньги, как-то кидают людей, вот делают всё прочее. Всё это было на моём канале, который уже его нету, можно сказать, вот. Но знаете ли, в чём вот такая вот большая проблема? Когда у человека в GTA-самп-сегменте или плюс-минус там как-то связанным с GTA-самп-сегментом что-то случается, ну, допустим, ну, на улице его какой-нибудь GTA-самп-ютубер ловит и предлагает ему сесть в машину, а он как бы, ну, толком-то и не знает, к кому он может обратиться, дабы вот всю эту ситуацию его осветили. Вот знаете ли, как было со мной, да, то есть у меня-то есть свой, разумеется, ресурс, на котором я могу всё это освещать, но куда-то дальше всё это двинуть я не могу. Однако есть люди, у которых даже такого маленького ресурса, как у меня, нет. Я хочу оказать помощь как раз-таки вот всем этим людям. А это не значит, что помощь будет только какая-то такая односторонняя, связанная с видеороликами. Нет, вы можете написать абсолютно любое, там, знаете ли, обращение. Я абсолютно на любое обращение каким-либо образом отвечу, либо скажу, что, к сожалению, я тут не могу помочь и предложу какие-то другие варианты решения, либо постараюсь вам помочь какими-либо способами. По ссылочке в описании вы можете найти ссылку на обращение. Там, заполняя абсолютно все поля, вы сможете получить какую-либо помощь от меня. Помощь буду оказывать лично я, поэтому не нужно думать, что я просто вот чисто для какого-то, я не знаю, популизма, для поднятия своего, я не знаю, уважения, что ли, для поднятия какой-то, знаете ли, своей лояльности в обществе, я все это делаю. Нет. То есть, если вас кто-то обманул, если вас кто-то кинул, если произошла какая-то прочая ситуация, пишите обращение по ссылочке в описании. Я все эти обращения просматриваю, я на все эти обращения реагирую и говорю, что можно делать дальше. Просто понимаете, ко мне достаточно часто в друзья вконтакте добавляется большое количество людей, которым просто нужна какая-либо помощь. Ну вот чисто вот так вот кинули их. Вот просто вот чисто по-человечески, вернее, наоборот, не по-человечески, их просто кинули, и они не знают, кому пойти. И единственный, кому они могут пойти, это я, потому что только я освещаю такие подобные проблемы. Еще они пишут, допустим, какому-нибудь, там, я не знаю, ангелу Касады или кому-то, или каким-то подобным людям, которые как-то каким-либо образом с этим совсем связаны, но чаще всего они получают то, что люди заняты. Так и я, допустим, когда вы ко мне обращались, я был занят в той или иной степени. Либо ваше сообщение куда-либо ушло, я даже не успел его прочитать. Но теперь я вот официально с этого дня хочу сказать, что буду помогать людям. Буду помогать GTA-самп людям, GTA-самп игрокам, пока я еще тут. Потому что, ну, знаете ли, немного обидно, когда ты сделал большое количество добрых дел, когда ты рассказал о тех или иных людях то, чего другие, возможно, могли не заметить, а тебя до сих пор считают самым главным токсиком GTA-самп Ютуба. Ну, согласись, не особо приятно. А помогать людям это всегда очень интересно и очень... Потом у тебя как будто бы вот какое-то ощущение такое на душе, что ты сам помог какому-либо человеку, и все у тебя стало отлично. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, опять же хочу сказать, что проблема у вас может быть абсолютно любое обращение, любой человек может написать. Пишите, я постараюсь вам помочь. Я не обещаю, что гарантированно, написав это обращение, вы поможете. Но, вернее, то, что я помогу решить вашу проблему. Это не точно, абсолютно. Есть большое количество проблем, на которые я, к сожалению, никаким образом повлиять не могу. Мне бы очень хотелось, действительно. Но я вследствие каких-то обстоятельств не могу вот всего этого сделать. Поэтому обращение вы написать можете. Хуже от этого уж явно не станет. А что, если я вам даже помогу? Ну, будет как минимум круто. Там, знаете ли, вам нужны верты на Arizona Roleplay, или вас опять-таки кто-то кинул, или какая-то прочая ситуация произошла. Или там, я не знаю, аккаунт у вас взломали. Вы не знаете, как можно восстановить, что вообще делать. На форумах игнорят, куда вообще писать. Вы можете обратиться со всеми этими вещами ко мне через вот эту вот самую форму обращения. Она находится по ссылочке в описании. Заходите туда, заполняйте все поля. И я вам помогаю. Как бы вот так вот. Если хотите, то просто, я не знаю, я могу вам расписать порядок действия. Ситуация на каких-то моих социальных сетях останется без огласки. Если вы хотите так, допустим, сделать. То есть, не обязательно то, что вы написали обращение, оно обязательно будет как-то, знаете ли, соглаской. Все это делается. Нет, вы просто можете написать обращение, и я вам с ним постараюсь помочь. Допустим, какую-то тему осветить или сделать что-то прочее. Но, пожалуйста, прикрепляйте какие-либо пруфы, если тема достаточно спорная. Потому что, ну, может показаться так, что, возможно, вы в той или иной теме неправы. В общем-то, я думаю, что я уже наговорил на достаточно большое количество времени. Ссылочка на прием обращений находится в описании под данным видеороликом. Заходите туда и пишите свое обращение. Постараюсь помочь абсолютно точно всем. IP Arizona RolliPlayFenix, а также мой никнейм, находится в описании под данным видеороликом. Ссылочка на обращение, кстати, находится там же. Всем спасибо, всем пока.